привет айди добро пожаловать в мою новую московскую квартиру давайте я покажу вам что у меня и где мы находимся в гостиной я считаю что гостиная для меня это такое главное место потому что большее количество времени на если не считать сон я провожу в гостиной поэтому гостиную я хотел просторную и на нее не экономил место у меня просто гигантская гостина настолько большая что здесь можно кататься на скейте наверное изначальной задачей моей и и дизин было сделать уникальное место поэтому 90 процентов того что есть в этой квартире она кастомная то есть мы не покупали то что есть в наличии ну за очень малым количеством вещей то есть у нас есть несколько там диванов бакстер и вот замечательные вот эти вот кресла пузырях но просто от них я не мог отказаться это кстати самые неудобные в мире кресла но самые красивые на мой взгляд то есть ты здесь сидишь на жестких пузырях то есть с точки зрения комфорта это конечно абсолютно неприемлемое кресло но с точки зрения дизайна но вот просто меня радует каждый день остров замечательный мраморный остров как бар такое чил пространство где можно выпить чай или какие-то более там крепкие напитки такое на тусовочное все открытое я очень люблю сидеть на лавке и у меня вот в предыдущей квартире одна сторона стола это стулья со спинками вот я предпочитаю сидеть на лавке поэтому мы вот так же изготовили по собственному эскизу вот эту вот хромированную лавку мы ее рисовали а потом несколько контор там четыре или пять пытались сделать вот только одна вывезла столешница очень крутая массив срез само дерево она матовая тоже абсолютно кастомная вещь нами сделаны естественно в гостиный рояль вот это мой самый первый рояль зиммерман я его купил в очень плохом состоянии лет наверное двадцать назад и вот восстанавливал сделать стеклянную крышку все вот эти вот бетонные панели это все тоже было на заказ потому что каждый из них имеет это не просто вот лист питона он изготавливался он имеет рифленую поверхность то есть все вот на ощупь она нетривиальная не просто вот мы взяли бетонные листы и их положили чтобы не забыли то есть каждый заказывался именно с определенной фактурой после этого мой вот хороший друг один из лучших я считаю современных каллиграфов русских 1313 вот он мне разрисовывал здесь написаны слова песни wonder world здесь 10 полотен кафса брайан донали кафс один из моих самых любимых уважаемых художников поэтому конечно одно из самых центральных мест композиции заняли его работы также у меня есть вторая любимая работа это тоже мой хороший друг американский художник харив гусман хакула уличный художник у меня много его работ вот это одна из моих самых любимых он нарисовал эту серию где-то 15 лет назад я очень долго его упрашивал потому что он не делает никакие работы на заказ именно сделать в этом стиле вот это вот так сказать турецкого пашу с простреленной головой здесь горка из сундуков луи виттон наверное примечательные вот эти два они супер редкие потому что вот цветной паттерн разрабатывал такаши мураками один из тоже моих любимых художников поэтому я за ними долго охотился вот собрал себе здесь аккуратную горочку здесь место ждет для футуры вот futura 3000 также один из моих самых любимых художников пока что я ограничился фразой на которую я смотрю в общем-то и вдохновляюсь иногда о чем-то думаю тут написано sometimes you win sometimes you learn иногда ты выигрываешь иногда учишься это выглядит как отдельный какой-то арт-объект вот этот вот стеклянный куб вот но это воздуховоды дома просто их сделали как раз стали и латуни мы провели трубки вот так все это обыграли и получился такую получился так такая вот стеклянная колонна очень красивая и вот у меня есть режим когда она может менять цвет вечером это выглядит примерно вот так безусловно очень много времени у меня ушло чтобы собрать полный комплект из шести компаньонов это также работа кавса первых он выпускал в 2006 году вот их стоимость была от трех с половиной тысяч долларов и они никому не были нужны то есть они просто стояли на полках на прилавках позже этот арт-объект просто увеличился в цене в 10 в 15-20 раз сейчас это то что ищет коллекционеры это то что продают торгуют крупнейшие акционы такие как сотбис кристис philips это вот четырехфутовые компаньоны можно сказать моя гордость здесь два черных они существуют в двух видах один это цельный а второй это как раз дай сектор распиленный с внутренностями существует такой комплект в черном цвете в коричневом цвете и в сером цвете вот у меня тут поместился замечательный любимый мотоцикл который мне на заказ сделал зилерс гараж дима зилерс это тот самый байк который выиграл чемпионат японии чемпионат россии вообще вот несколько чемпионатов мира по кастомайзингу здесь еще одна работа харифа гусмана он нарисовал ее прям мне в москве он приехал стричься в первые разы в барбершоп который у нас на дмитровке был он говорит слушай у тебя холст есть давай я хочу тебя нарисовать просто в подарок я говорю это будет большой честью и вот он просто взял холст и баллоном это как раз его вот фирменное лицо с усами вот он баллоном буквально за там 15 минут нарисовал мне холст просто подарил это было очень круто надо сказать с этой стороны зеркало digital зеркало время биржа курсы валют пробки погода в общем все здесь все на сенсоре ведь в этой части находится еще одна знаменательная для меня работа и она по цветовой гамме очень сочетается также хариф гусман хакула нарисовал мне и сказал вот это его супер классика никогда ее не продавать потому что именно вот эта картина будет чем дальше тем больше и больше больше улетать в цене это третья работа харифа гусмана хакула который у меня висит тоже одна из любимых видите его фирменные усы замечательные диваны бакстеровские супер удобные и мне как-то кажется что наверное удобнее диванов чем 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 вот этот у меня еще не было тут же в цвет стойки барной стойки кастомный стол мраморный просто часть гладкая часть у нас рифленая также мы все время думали с ребятами из юдизин каким образом показать коллекцию бербриков у меня их очень много и их больше 250 штук у меня на сегодня и даже не все помещаются в квартиру вот такое центральное место где вот смотришь телевизор гостиная я поставил самые редкие самых редких самых любимых самых труднодоступных это практически полная линейка кавс то есть бербриков кавс практически уже найти невозможно это редкие коллабы это ready-made вместе с бейпом это отдельный максфилдовский вот это вообще в единичном экземпляре был выпущен такой же редкий экспонат это шанель находился дома вот этот парень у карла лакерфельда вот карлу лакерфельду подарил кто-то из фенди вот непосредственно этого брика но он ему был не нужен и мы когда на юге франции с ним виделись и также я дружу в общем с его какими-то друзьями они его просили гриту тимати день рождения если он тебе не нужен подари его тимати он реально мне его в один из моих приездов подарил с этой стороны у меня такая золотая тире хромированная коллекция тоже очень редких экземпляров вот эти двое это дафт панк культовая французская группа диджеи ребята это вот их серия это самая старая серия самая дорогая найти практически невозможно это более новые серии тоже дафт панк отличаются они костюмами так мы посмотрели гостиную пойдемте смотреть дальше важная работа мне нравится личность творчество продюсерские качества и качество музыканта канни уэста поэтому когда я узнал что миша либерти на своей выставке показал витраж с канни уэстом причем это не просто стекло и не просто работа кистью поверх стекла а это действительно настоящая техника классического витража то есть этот витраж полностью по кусочкам отливался очень классный костевой санузел я хочу вам показать вот вот эту штуку я нашел на арт базе ли в майами и на собственном горбу перевез сюда теперь она вот такая черепушечка украшает плюс мне нравится переход от серой темно-серой каллиграфии к черному фону с белым то есть мне кажется так очень здорово контрастирует мне очень нравится этот санузел пойдемте дальше виниловый марио от рона инглиша из поводовой улыбки виден череп это основная фишка рона инглиша ну здесь как вы видите опять же это творчество йодизин идея это абсолютно кастомные висящий парящий воздухе подест который расположен как лестница для барбриков такого нет вообще нигде в мире здесь коллекция одни тоже одних из любимых их тут достаточно большое количество над ними висят кубы осветительные тоже они мне вот очень нравится вообще так вот в восьмидесятых в америке делали интерьеры мы решили сохранить этот дух оставить его здесь за моей спиной находятся принты мураками я уже говорил что я большой фанат такаши мураками вот это сет из десяти принтов а эту работу я много много лет назад купил у уличного художника в каннах гулял по круазету по набережной и вот он будет художник брал киноплакаты их превращал вот в такие работы здесь как раз вот трансформер бамблби из трансформера пик ты его оставил мне уже больше десяти лет здесь работы это натюрель тоже один из моих любимых художников у него такое все очень векторное граненое это михаил либерти тот же кто витражка не уэста а это ромеро бритто американский художник очень 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 известный они всего как раз в одном стиле периодически когда скучаю по волнам открываю вот этот шкаф достаю как у него доску смотрю что у меня с ней связано на каких волнах где катался на этой доске вот эта доска пережила самые большие свои когда я был на коста-рике огромные волны потом 10 12 футов с большими трубами вот я каждую при этом доску достаю и вот вспоминаю где я в каком месте катался с каким воспоминаниями связаны также сверху лежат чехлы можно быстро упаковать в руки и на самолет ловить волну это резервная гостевая спальня здесь опять же куда не посмотришь везде медведи тут также стоят много любимых моих экземпляров медведей но это резервная если вдруг гости также здесь вот большие работы кафса которые у меня под рамочкой оранжевая коричневая белая тоже мне очень нравится они кстати вот дублируются вот с этими еще очень классную фишку предложил ее дизин это ковролин который выглядит как паркет который нарезан такой получается паркетный ковролин было классным решением тут ничего особенного просто есть замечательная фотография который никто никогда не видел это я маленький сижу на унитазе теперь пойдемте я покажу вам мою спальню пол в спальне был выполнен в корабельной технике это вот укладка корабельной палубы но только мы заменили тик который очень легко деформируется каблуком от нагрузки от того что там что-то поставил остаются такие вмятины вот мы заменили это на дуб специальный так же с пропиткой так же все желобки прорезинены абсолютно вот как палубы яхты здесь у меня шкаф с маленькими виниловыми работами кафса он пока не весь заполнен поскольку еще есть ряд фигурок которых я не собрал но пока что вот все плюс-минус что было в коллекции у меня стоит здесь такой замечательный шкаф на проходе здесь гардеробные отсеки начинаются они также в спальне очень удобно когда ты зашел вечером обувь снял пришел разделся в гардеробе и пошел спальню можете зайти посмотреть немножко мою гардеробную она не супер огромная здесь хранятся до штаны и майки кофты такие легкие вещи это душевая вместе с хамамом можно и принять душ здесь огромная такая вот лейка я люблю большие лейки для того чтобы поток был широкий также есть функция водопада также после хамам можно прям сразу выйти на балкон когда снегом засыпет вообще шикарно распарился и вот и на балкон пошел то есть это фактически душ с балконом я не знаю если у кого-то такое здесь хранятся кроссовки по сравнению с обычным человеком кроссовок наверное у меня много по сравнению с американскими рэп-артистами наверное тут нечем хвастаться висит и радует мой взор работа футуры футуры три тысячи вот она это выполнена в технике вышивания по ткани очень нравится работой она такая мягкая теплая и я именно хотела разместить в спальне ну здесь естественно дети старшая дочка алисы и младший сын рад мир вся гардеробная зона вместе с душем вместе с санузлом она отдельно отсекается от спальни вот такими вот дверками с автодоводчиками давайте пройдем саму спальню здесь на стене у меня висят работы мураками это из керамики призрак дух сна и считается что когда человек засыпает и закрывает глаза вот она глаза открывает и бережет сон здесь чтобы сочетаться с полом сюда поставил три своих самых любимых медведя это бербрики от японской фирмы каримоку я хотел именно сделать куб из горячкатного металла как в фильме трон чтобы при этом у него еще и грани светились вот это мы делали полностью на заказ сделали очень долго был достаточно сложно сделать но теперь он у меняет цвета вот есть всевозможные настройки умного дома вот покажу как примерно работает вот он меняет цвет можно подбирать выбирать совершенно там любой цвет красиво горит здесь висит моя любимая работа рэп на которую я также привез из америки который я у нее купил в мастерской здесь в общем такая тантра спокойствие и умиротворенности написано в тексте его шрифтом и она такая вот как радуга очень яркая и мне вот хотелось именно эту работу именно в белой рамке повесить на эту черную стеклянную стену так очень человек бы сочетается и очень радует мой глаз здесь классные я в них влюбился сразу когда увидел бакстеровские кресла не кстати крайне удобно и на них садишься они прогибаются потом обратно возвращают форму так раз присел и можно книжку почитать телефоне посидеть супер удобные кресла вот для спальни самое наверное лучшее решение раз и они потихонечку возвращают форму видите прям на глазах мне нравится открытые пространства и открытые решения поэтому вот фактически у меня такой open space совмещенный с ванной у меня нет никаких не перегородок не стен то есть вот ты вышел и вот здесь ванна естественно санузел за стенкой а все остальное ну открытое зеркало висит прямо в окне то есть можно смотреть в зеркало и параллельно смотреть в окно замечательная корона неоновая также наш эскиз то есть у меня была идея в таком вот стеклянном кофре чтобы у меня была неоновая корона жан-мишель баския я огромный фанат жан-мишель баския но к сожалению меня пока что ни одной работы его нету возможно в будущем появится вот я себе повесил такую большую корону она мне тоже очень нравится кастомная ванная так же вырезана видите это все через мрамор прорезалась пропиливалась это не наклеено это вырезана из камня так же как ребята из йодизин вот сумели мне нарисовать по чертежу в дубль вот такую же столешницу с раковиной сложнейшая тоже работа это все сделано из мрамора из цельного мрамора выпилены если вы посмотрите как сложены листы мрамора вы увидите что они образуют бабочки видите вот бабочка вот бабочка если посмотреть с этой стороны вы тоже увидите что этот эти листы мрамора также выполнены бабочкой если вы посмотрите внимательно присмотритесь короне хотят не бросается с самого начала в глаза тут два листа подобраны и сложены таким образом видите вот что получается бабочка эко стена ну это не новое решение ну просто классная и и вот я не знаю запах чувствуется вот такой дает аромат это тоже радует крышку можно было халтурить да и и сделать металлическую как везде а здесь крышку ровно вырезали в мраморе смотрите видите то есть крышка ванной даже не нарушен шов это все прорезано лазером чтобы стыковка оставалась то есть такие маленькие нюансы но они формируют как бы ценности цельность этой картины все 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 как бы чистое все выверенное и не знаю может я слишком сильно заморочился эйди большое спасибо что зашли ко мне в гости я надеюсь что моя экскурсия была информативный полезный и интересный они скучные спасибо увидимся в следующий раз пока и и и и и и и и и